Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире полчаса Риги Когу с депутатом эстонского парламента Валерием Курбом. Здравствуйте! После летнего перерыва, такого не очень большого, наши программы вновь возобновляются, и мы, как и прежде, будем обсуждать в нашей студии здесь различные политические вопросы, касающиеся, прежде всего, внутренней жизни Эстонии, жизни нашего региона, ну и, может быть, какие-то более общие вопросы. Валерий Николаевич, вот сейчас нет заседаний Риги Когу, с которых мы обычно начинаем обсуждение, какие там законодательные новости, поэтому, я думаю, по нашей традиции начнем с того, что вот тема, может быть, которую вы предложите сейчас свободна. Ну, во-первых, вот лето идет, где-то, ну, тем не менее, есть и работа, где-то вы побывали, что-то увидели, может быть, немножко об этом. Что вот за эти последние месяцы? А вы за отпуск игры где-то были? Я-то был, я в походе был, да. В походе ходите по старой традиции? Да, да, по традиции. Очень здорово, что изучаете, в принципе, природу, да. Конечно, ситуация складывается как с депутатами парламента, она как есть. У нас нет официального отпуска, то есть практически вот уже, наверное, 6-7 лет назад было принято решение о том, что, несмотря на то, что заседания нет, депутаты работают, поэтому вот такой ритм жизни, он заставляет как-то немножечко, может быть, не так часто бывать в Таллине, в комиссиях работать и в парламенте, но тем не менее, ведь мы избраны от северо-востока, поэтому очень здорово, что есть у тебя такая возможность уже в более такой спокойной форме посмотреть или увидеть, что происходит сейчас за последние месяцы, последний год именно здесь, на северо-востоке. Из таких крупных, может быть, последних недель работ, или которых удалось пообщаться, посмотреть, мне хотелось бы отметить, может быть, такой неофициальный, что ли, так заложили угловой камень на маленьком сооружении, маленькое буквально сооружение, это будет очищать воду на свалке, Вайвера, которая, как известно, свалка занимается утилизацией опасных отходов, она единственная у нас в Эстонии, но тем не менее, вот проблем с этой свалкой достаточно, последние 2-3 года достаточно, потому что не так много желающих, а фактически получилось так, что последние 2 года не было вообще желающих, кто бы взял бы на себя роль бы оператора этой свалки, потому что инфраструктура, ее инфраструктура требует совершенства, ее инфраструктура требует особого подхода, это гораздо сложнее, и те финансы, которые выделяются, и те бюджетные средства, которые выделяются на ее содержание, это не дает совсем, наверное, такой, что ли, дельты прибыли для предприятия, которое бы взялось бы на себя бы и работало. Но тем не менее, министр Министерства охраны окружающей среды, господин Марко Померанц и проектировщики, и те, кто будет выполнять эту работу, уже проведен Риге-Ханке, в принципе, были на месте, и вот ознакомили нас, показали, что же из себя будет представлять вот этот комплект, который будет перерабатывать воду, которая собирается в отстойниках, именно на этой свалке, чтобы в следующий шаг уже в Черную речку и в Нарову, и в Финский залив уходила бы чистая вода. Сегодня с этим есть проблемы. Поэтому мне кажется, что наиболее такой из моих, скажем, комиссий, которые конкретно, собственно говоря, комиссионные, комиссии по охране окружающей среды наиболее такой интересный. Ну, я могу сказать, что последние вот буквально несколько недель назад по приглашению мэра Кухлояреви у нас был глава и мэр города Пскова вместе с делегацией, представителями, опять же, и Псковской областной администрации. И мы посетили, точнее сказать, и я был, ездил и смотрели опять еще раз вот станция по сжиганию мусора, ИРУ, которая у нас работает в Таллине, потому что это действительно большой комплекс, 220-230 тысяч тонн мусора там сжигается. Хочу сказать, что у нас два больших комплекса по переработке. по переработке это установки, которые создала фирма Рагнас Эльц, около 110-120 тысяч тонн, и вот 220 тысяч тонн сжигается у нас на ИРУ. Это все продолжение той работы, если помните, несколько, 12 сентября позапрошлого года, точнее сказать, мы были в Пскове, комиссией по охране окружающей среды парламента, и там как раз шел разговор об реновации свалки, то есть полигона бытовых отходов и конкретно сооружения, которые связаны с водоочисткой и приемом канализации. Ну что ж, вот такие бытовые вопросы, которые есть. И сейчас идет разговор о том, или точнее сказать, гостей или друзей из Пскова, главы и мэра, конечно, и команды, и его был интерес к тому, чтобы попробовать наладить такое же сжигание бытового мусора, как это сегодня удается делать в Эстонии на станции ИРУ. Но может быть только несколько слов еще о том, что у нас практически где-то, вот видите, компания проходила, не так давно проходила, ведь несколько лет назад о том, что раздельно давайте мы раздельно будем мусор по бачкам, по направлениям бумага, металл, бумага, собственно, картон или там пластмассу, которая где-то 25-27 процентов нашего бытового мусора все-таки достигает такой цифры, когда идет, собственно, сбор или там население раскладывает по бачкам именно по этому направлению. В Европе это средняя цифра от 50 до 60, поэтому все-таки вот эти оставшиеся после 25-27 процентов сегодня еще утилизируются через вот элементы сжигания. Но нет худа без добра, там получают электричество, там получают тепло для Таллина, поэтому вот гости Пскова планировали, планировали вот это же сделать. Поэтому вот из наиболее крупных, которые последние такие события, которые мне кажется, что очень значимы и в работе, а все остальное это достаточно такая мелкая, рутинная работа, подготовка к заседаниям, которые начнутся 14 сентября. И я думаю, что вот все движется к тому, что вновь-вновь вот события, которые будут и в создании нового законодательного процесса в республике, и, конечно, подготовка к подготовке бюджета 2016 года, она сейчас достаточно в таком, скажем так, быстром темпе продвигается вперед, вот работа движется, и надеюсь, что вот закон о бюджете 2016 года даст возможность уже приступить, наверное, к каким-то объектам и на северо-востоке. Спасибо. Вот тема, которую я хотел бы первой предложить, касается проблемы, волнующей очень многих, практически всех жителей нашего региона, я имею в виду сокращение работников на заводе «Нитроферт». Понятно, что это, так сказать, очень серьезно, и стоит, вот теперь надо очень многое внимание обращать на то, чтобы как-то вот минимизировать, что ли, ущерб, принесенный вот этой ситуации. Как вы относитесь, вот как вообще с вашей точки зрения выглядит ситуация на нынешний день? Ну, прогрессирование «Нитроферта», мы неоднократно об этом говорили с господином Николаевым, на эту тему, она последние, скажем, 3-4 года практически была прогнозируема, в том смысле, что если не будет рынка, то кому надо, в принципе, предприятие, которое, скажем, сейчас все-таки связано, с одной стороны, это связано с Украиной, то есть с олигархами, которые там работают, те, которые живут и в чьих руках находится это предприятие, с другой стороны, ведь сколько это могло длиться, то есть каждый год с каким-то маленьким страхом по «Нитроферту», конечно, была такая мысль, а вдруг завтра, а вдруг завтра. Ну, вот это завтра все откладывалось, откладывалось, и теперь я знаю, что, в общем-то, и, наверное, тут не открываю ни для кого секрет о том, что все предупреждены о сокращении, наступает срок по всем установленным эстонским законодательствам процедуры увольнения или прием на работу, поэтому, насколько я понимаю, директор один остается, по крайней мере, вот в этой, насколько я владею информацией директора, остается один непредупрежденный, да, скажем, о сокращении, наверное, может быть, если так сказать, но, с другой стороны, очень надеемся, что все-таки рынок повернется, собственно, спиной к той продукции, которую «Нитроферту» выпускает, и те обещания, которые из нашего правительства в лице наших министров, вот заметьте, какой был такой десант сразу, да, тут пять министров одновременно, надеемся, что этот десант не будет такой краткосрочный, он будет постоянный, по крайней мере, только от одного министра, господина Ранера Васильева, я слышал о том, что он в августе собирается опять приехать, побывать на северо-востоке, очень бы хотелось бы верить, что вот эти обещания все, которые, вот, в наших встречах, и я присутствовал, когда он был, например, у мэра Кухлояри, господина Соловьева, был в кабинете, я присутствовал на этой встрече, и мы достаточно, так скажем, ну, человек, он молодой, тем не менее, уже имеет какой-то опыт работы в местных самоуправлениях, то есть с ним, конечно, было легко разговаривать на этой теме, потому что он понимал этот вопрос, но для меня интересовало, у мэра были свои проблемы, скажем, вот даже мы затрагивали тему недроферта и вообще сокращение увольнения людей, их конкретно поиск для них нового места работы, меня интересовала, конечно, больше сейчас перспектива строительства второй очереди нашей больницы, до Верумовской центральной больницы, потому что по плану нашему мы должны построить здание, которое должно, ну, не в ближайшее будущее, а через несколько лет должно переместиться наш туб-диспансер, который мы привыкли видеть в Яревской части, он должен по схеме все равно быть, значит, в одном комплексе в Ахмедской части города, и плюс, конечно, стоит большое желание и использование европейских целевых фондов для того, чтобы построить еще вот такое здание, которое было буквально несколько, теперь три года назад, наверное, да, запущено осенью, в мае месяце три года назад, и хотелось бы, чтобы вот эти 10,5 тысяч квадратных метров было бы, было бы, вот, скажем так, под эгидой, тем более это введение господина Васильева, поэтому вот темы, темы эти постоянно на слуху, но еще раз хочу сказать, чтобы вот это отношение, отношение к тому, что происходит на Нитроферте, и в какой-то степени было совсем недавно на Веру Кемиогрупп, оно не повторилось, и чтобы министры то, что обещали, они бы выполнили. Это и есть, наверное, их прямая обязанность, а наши, как представители общественности, конечно, подталкивают наших министров к тому, чтобы они выполняли то, что они хотели видеть и то, что они обещали. Спасибо. Вот, с одной стороны, сейчас стало, как мы уже говорили, известно о закрытии завода Нитроферт, а с другой стороны, стало известно о том, что начинает работу новый завод, завод Петратер-3. Кословерское гороуправление буквально вот неделю назад выдало разрешение на эксплуатацию, проходят наладочные работы, и работники надеются, что в скором будущем завод заработает в полную силу. Вот комментарий к этому событию. Петратер-3, это в программе Веру Кемиогрупп не первый год, это уже 2-3 года назад, после того, как Петратер-2 запустили, было четко понятно, что будет строительство третьего, и уже был очень, корпуса строились, наступил этот несколько такой затяжной период с перспективой сырья, с ланца, сегодня, слава Богу, благодаря тому, что в прошлом году, прошлый САЗЭФ начинал вот эту работу, в этом году, в конце, практически в конце работы, в июне месяце было принято решение о том, что и ситуация, который, закон, который позволяет разрулить ситуацию с сырьем для Веру Кемиогрупп, поэтому сейчас, наверное, самое сложное, встречаясь, скажем, с теми, кто участвует в этом строительстве, я знаю, что уже сегодня постепенно, значит, идет фактическая сдача, сдача к эксплуатации этой установки, была проблема о том, как же набрать, скажем, не просто набрать людей, там же нужны квалифицированные специалисты, откуда их взять, поэтому была действительно, и сегодня она ситуация есть, скажем так, по-настоящему, к ее перспективе использования этой установки в будущем, по кадрам, я надеюсь, что мы сегодня, скажем так, уже говорим о, скажем, сроках, где-то октябрь, наверное, месяц, полное начало эксплуатации, но, с другой стороны, наверное, все-таки такой выход на мощность, это начало следующего года, и то, что Веру Кемиогрупп понимает о том, что она вкладывает туда большие деньги и должен получить отдачу, так что, чем быстрее это произойдет, тем лучше. Надеюсь, что все люди, которые связывают свою судьбу, будущую судьбу и работу на этой установке, они будут довольны, потому что у них есть работа, у них есть достаток, а это значит, что в их семьях и будет спокойствие в том, что люди с работой, что есть возможность получать заработную плату и получать ее вовремя. Так что, надеюсь, то, что на открытии будет, наверное, снова приедет премьер-министр, как на предыдущую приезжал установку или президент, но это приятно всегда для события, для предприятия. Но видите, как тяжело это дается Веру Кемиогрупп и всем, кто там работает. Спасибо. Еще одно достаточно приятное событие, особенно для жителей Ярвейской части Кухтла-Ярвей, я имею в виду недавнее открытие Центра по уходу за пожилыми людьми и нуждающимися в особом уходе людьми. Я думаю, вы об этом тоже сможете рассказать, поскольку, в общем-то, довольно близки к этому, к этой системе, скажем так. Ну, Игорь, будем откровенны, что вот эта все подготовительная работа по этим, скажем, вопросам, по открытию, скажем, данного Центра опять, это работа двух-трехлетней давности, когда мы на Совете обсуждали эти перспективы использования помещений, которые принадлежат Ядовиромовской центральной больнице, и поэтому надо было четко понимать, что центр перемещается в Ахминскую часть, где будет большой современный комплекс, который будет, скажем так, обслуживать население в качестве основного, скажем так, на Ядовиромской земле центра медицинского центра, что там будет самое современное. Освобождаются помещения, которые тоже требуют, требуют, ну, требуют своего продолжения их использования, требуют своего ухода, внимания для того, чтобы они не привлотились, как, вот видите, говорят, там на эстонском звучит тон делосит, то есть замки там с привидениями, там, вот, или подойдет время, когда надо будет просто-напросто подогнать бульдозер и куда-то помещение, эти, ведь это старое здание вывозить на свалку. А мне кажется, что это очень современное здание с современными требованиями, потому что действительно, когда люди достигают преклонного возраста, там, многим становятся в семьях проблемы, скажем, кто будет участвовать, скажем, в уходе за старшим поколением, кто будет с ними заниматься для того, чтобы можно было спокойно уйти на работу, и это не говорит о том, что этих, собственно, социальных таких объектов на Северо-Востоке нет. Они и в Ахминской части, они и в Силамя, и в Нарве, и в Суев-Нарве, но это часто связано для того, чтобы, если ты, ой, родной и близкий человек, скажем так, даже там в Кивыле или вот названных мною центрах, он там живет, ну, это транспортные расходы, это невозможность прийти, скажем так, часто бывать, потому что старшему поколению всегда требуется какое-то внимание, как можно чаще это должно происходить, это должно происходить. Поэтому то, что в Кухлоярве сегодня этот центр, мне кажется, что это очень удобно для тех, кто жил в Кухлоярве, кто достиг преклонного возраста, кто по разным причинам, собственно говоря, в какой-то степени потерял здоровье, то есть они вот именно в таких центрах будут жить, и наши люди спокойно могут, собственно говоря, приезжать, вечерами посещать и быть с этими людьми. Это, мне кажется, моральная сторона вопроса здесь, наверное, была даже на первом месте. А уже потом, конечно, теперь сегодня там 22 места, о которых мы говорим, там с расширением до 50, это все перспективы будущего, выученный персонал, люди, которые получают за эту заработную плату, я надеюсь, что они эту заработную плату отрабатывают, поэтому центр, мне кажется, своевременный, центр придает, скажем, с одной стороны, он дает рабочие места новые, а с другой стороны, он решает очень важную, мне кажется, социальную проблему, социальную проблему вот в нашем регионе. Ихи, Кухлоярь, Вяхтми, нет слов, я хочу просто поблагодарить, кто эту всю работу делал, кто ее подготовил от имени Совета Ядовирумской центральной больницы, и, конечно, кто будет там работать. Надеемся, что это будет все современное, хорошее, обухоженное, чистое, красивое помещение, в котором, в помещениях, социальное помещение, в котором будут решаться очень важные вопросы, именно работы с старшим поколением. Спасибо. Теперь тема, непосредственно не относящаяся к нашему региону, но, тем не менее, интересная для жителей Эстонии и для нас в частности. Стало известно, что председатель Центринской партии Эдгар Сависар и мэр Таллина одновременно он же, вот известно о том, что он перенес операцию, ампутация ноги, это, так сказать, многие даже говорили о том, что он теперь не вернется никуда, не в политику, очень неизвестно было его будущее, но вот после прохождения восстановительного курса лечения он вернулся на работу в качестве мэра Таллина, и, ну, там, то, что будет в Таллине, наверное, это больше для их жителей, а для нас интересно, в первую очередь, как в отношении его перспектив лидерства в Центринской партии. Известно, что, в общем-то, партия эта сильно связана с его именем, ассоциируется, прежде всего, с ним. Как вы относитесь? Есть у вас какие-то мысли по этому поводу? Я рад, Игорь, извините, перебиваю, я ужасно рад, хотел сказать, что, ужасно рад, что все эти трудные моменты, тридные минуты с нашим председателем партии прошли, и я надеюсь, что все будет в порядке в будущем, поэтому и рад тому, что он вышел, выходит на работу, и в том, что он всем этим начинает и продолжает, собственно говоря, после болезни начинает, а продолжается руководить партией, поэтому в этом отношении, в этом отношении только, конечно, положительные эмоции. Что касается перспективы, я знаю, что направление партии, поскольку я в правление не вхожу, но читаю, что она принимает правление партии, поэтому я знаю, что перенесен с августа месяца на октябрь месяц перенесен Конгресс, потому что этот год, год Конгресса, и, скорее всего, тоже связано с тем, что наш руководитель партии немножечко, может быть, окрепнет, немножечко больше войдет в курс событий, и тогда будет перспектива на Конгрессе ясна. Я не думаю, что сегодня, собственно, уже вопрос решен о том, что вот там будет, не будет председатель, хотя ему очень тяжело, конечно, конечно, в такой ситуации и городом, и партией руководить очень тяжело, поэтому, видимо, в ближайшие месяцы вот этот, ну, скажем так, вопрос, наверное, будет больше обсуждаться ближе к октябрьскому Конгрессу, поэтому очень, мне кажется, в этом отношении, наверное, так по жизни и должно быть. С другой стороны, возникают некоторые сегодня спекуляции вот в средствах массовой информации, называют, как продолжателем, и госпожу Кадри Симпсон, сегодня руководители нашей фракции, называют и бывшего члена парламента, сегодня председателя городского собрания, городского собрания Таллинна, Калева Калу, и некоторых других, некоторых других людей, которые, которые, в общем-то, не так мало сделали для того, чтобы партия существовала и для того, чтобы она бы работала. Все недостойные кандидатуры и надеюсь, что вот в таком, скажем, тесном кругу наш председатель партии и с людьми, которые управляют партией, центральным комитетом нашей партии, правлением, и вот не называют, но я думаю, что он все равно остается центральным комитетом, этот вопрос будет в октябре месяце решаться. Поэтому сейчас, насколько я знаю, еще помещения служебные для мэра Таллина не подпостроены, несколько еще идет ремонт для того, чтобы было бы удобно ему руководить, поэтому в ближайшее время наверняка состоится и переезд туда, после того, как эти помещения будут подготовлены. Сейчас он, по-моему, в доме Поска одноэтажное здание, бывшее здание, кстати говоря, бывшее здание мэрии и мэра Таллина, так что, в общем, с этим, мне кажется, все в порядке. Будем, Игорь, ждать, потому что не хочу спекулировать. Больше того, 8-го, 9-го, вот теперь выходные дни состоятся, летние дни Виллинде состоятся, летние дни Центристской партии, у нас воскресенье заседание фракции, то есть свои сбор фракции, все депутаты, которые сегодня входят во фракцию, будут вместе. Я думаю, что, может быть, какая-то перспектива, собственно говоря, будет даже обсуждаться на этом, но я мало верю, потому что для того, чтобы это произошло, надо наверняка встреча, непосредственная встреча с председателем партии. Будет он на этих летних днях, сейчас никому пока не известно, поэтому о ходе событий по Центристской фракции или Центристской партии я, может быть, в следующих передачах с вами что-нибудь скажу более конкретно и более понятно для всей аудитории. Спасибо. Сейчас идет подготовка в Эстонии к приему беженцев, которые по квоте назначены из Брюсселя в разные страны, в том числе и в Эстонию, для того, чтобы их принять и обустроить. Я напомню зрителям о том, что на юг Европы хлынул поток беженцев, особенно сильный в последнее время, беженцев из Северной Африки и из Азии. Это связано, отчасти, может быть, и с такой не очень удачной политикой, которую проводили некоторые европейские страны. Но это не та тема, которую нам стоит сейчас обсуждать, а вот беспокоят больше жителей Эстонии и нас тоже. Ситуация, когда приедет большое количество людей, может быть, затем еще новые будут прибывать, где их размещать. Тут в Эстонии не очень сейчас хорошее экономическое положение для многих людей самих, постоянных жителей. Недавно члены правительства Эстонии озвучили то, как это будет происходить, где они будут размещаться. Говорится о том, что не будет создаваться единого центра какого-то большого, где они будут помещаться для жительства, а будут расселяться по стране, в зависимости от того, где есть жилье, где есть возможность получить работу. И вот в связи с этим сразу такая мысль возникла, что поскольку сейчас выдавируемая ситуация с безработицей не самая лучшая, так в среднем, если по Эстонии взять, вероятно, это означает, что выдавируемые их и не пришлют совсем, потому что здесь как раз им работу трудно будет найти. Как вы считаете? Вы знаете, Игорь, мне кажется, что сейчас не знает никто конкретно. Ну, может быть, какие-то планы строятся в Министерстве внутренних дел, поскольку это будет проходить через них. Наверняка какие-то рабочие совещания уже проходят, а как это все будет по-настоящему выглядеть, мне кажется, что сейчас очень трудно даже представить. Вы знаете, что позиция центристской фракции была конкретно категорическая, нет, поэтому я тоже базируюсь на этой почве по некоторым причинам, потому что, во-первых, конечно, надо думать в первую очередь о ситуации на северо-востоке, не только на северо-востоке, а во всей Эстонии, о том, что, наверное, стоило бы порядок навести его в своем доме, а потом уже говорить о возможностях каких-то временных поселений, причем временных. Обратите внимание, что меня больше беспокоит другой вариант, что везде определяется цифра два года. Вот мы на два года вам дадим деньги, вы на два года организуйте все это у себя, вы на два года сделаете, а потом это будет как-то видно. Через два года может произойти и другие совершенно политические течения в Евросоюзе, и у нас был такой вариант, когда замечательный проект, мне кажется, замечательный с точки зрения социального вопроса, когда, например, освободившиеся из тюрьмы люди, которых нет ни жилья, ничего, мы создавали центр, это было где-то более 10 лет назад. Нам тоже предложили проект от государства, создайте этот центр, и был в Старомахтме создан. Потихоньку, собственно говоря, эту работу у нас больше все время убеждали, и убеждали о том, что будем мы финансировать дальше, а потом пришло время, и в принципе все вот эти проблемы, которые созданием с работы этого центра, просто переместили на бюджет, городской бюджет. Вот как хотите, так и делайте. И в результате получилось, что проблема вот этого, большой проблемой, это социальная проблема, действительно, люди освобождаются из тюрьмы, но им же надо кровь дать нам, дать помещение на которое, не все гладко у людей, которые туда попадают. Поэтому это же тоже люди, это наши люди, которые живут вместе с нами. И поэтому вот эти, я боюсь, вот на примере этого даже, например, он потихоньку сошел, нет, потому что это все, это все проблемы северо-востока, вдруг перешла на вот этот центр, который разместился в городе Колхнове. Поэтому меня очень беспокоит, дорогой, вот все эти люди, которых, которые сегодня, собственно говоря, требуют, скажем так, ну, в буквальном смысле слова, за руку вести и в буквальном смысле слова и учить эстонскому языку, найти работу, место жительства, тем более, вот много у нас пустующих квартир. Ну что, ну дадим мы эту квартиру, которая требует, собственно говоря, ремонта. А дальше? А дальше? Меня удивляет, вот некоторые руководители, даже северо-востока, местное самоуправление, руководители, например, заявляют, у нас очень много помещений, в принципе, пустующих, которых, вон в Нарве, в Кухлояре, там, где-то в других очень много помещений. А дальше что? Ну дадим мы эту квартиру, как многим, например, людям, которые сейчас дают. А эта квартира требует, она же, если хорошая квартира, так она, простите меня, она или выкуплена, она приватизирована. У города остаются остатки этих квартир, которых, ведь сегодня фонд, который остается, например, некоторые же, у нас не все приватизировали квартиры. И у города остаются те квартиры, которые остались от людей, которые, может быть, да простите меня, ушли в мир иной, остались, а по нашему законодательству шесть месяцев, к сожалению, вот еще так все это регулируется, шесть месяцев нельзя никого, потому что еще идут, вопросы могут быть наследствия, всевозможные, всякие варианты бывают, а через шесть месяцев у этой квартиры, перед квартирным товариществом уже есть достаточно большой долг за теплость, вот это зимние времена за коммунальные услуги, которые начисляют на эту квартиру, и получается, что эта квартира потихоньку превращается в такое бедствие для квартирного товарищества и для городской управы. И вот эти квартиры предлагают, давайте отдадим с долгами, со всеми, ну отдали, а дальше? Ну, два года проживут в этой квартире наши гости из пределов Евросоюза, а дальше? Кто на работу их сегодня поставит, какой будет достаток этих дел? И в результате мы получим в принципе, я думаю, что работа любого политика думать не сегодняшним днем, а думать чуть-чуть дальше туда, на два, на три, на пять лет, даже на десять лет. И мне кажется, что вот самые большие проблемы это будут не сейчас, когда вот эйфория Евросоюза, мы вам дадим столько-то денег, у нас даже по созданию, по обустройству тех, кто сегодня попадает под сокращение, у нас очень много денег, мы можем вот сегодня поставить на биржу, там год отстоит, а потом что? И потом придет новое коалиционное соглашение, при котором новые, может быть, обратно люди соберутся, скажут, а мы за это не отвечаем, это вот предыдущие принимали, а проблема останется. Поэтому мне кажется, что сегодня самое главное, наверное, думать о том, что произойдет через два-три года. Вот мне кажется, что вот упор сделать нужно на это. По крайней мере, сегодня я, если до сегодняшнего дня мы говорим о том, что не знает никто конкретно, в принципе, о каких разговорах, Игорь, простите, о чем говорить через два-три года? Очень сложная ситуация. Спасибо, Олег Николаевич. Время передачи нашей на сегодня подошло к концу, уважаемые телезрители, и пришло время нам прощаться с вами. До свидания, до новых встреч. Всего доброго, спасибо, что вы нас слушали, смотрели. Мы надеемся, будем говорить и дальше на эти темы, которые волнуют Игорь и меня. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин